Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала! Наступает последний месяц – лето-август. В какие дни этого месяца рыба клюет, а когда клюва нет? Ответы на эти вопросы вы сможете найти в лунном календаре рыболова на август 2024 года с указанием благоприятных и неблагоприятных дней. В августе начинается постепенное понижение температуры, а значит уходит знойная жара, и это явление приводит к усилению клюва. Окунь уходит на мелководье, поэтому чаще всего его ловят из лодки на спиннинг, а приманкой служат блестные черви. Плотва уходит на глубину, а леща лучше всего ловить на червя. Клюв карася и карпа постепенно ухудшается, но вполне можно выловить неплохого трофея. Август также благоприятный месяц для ловли сома на донку. Его можно встретить на мелководье и в омуте. Щука и жерех проявляют активность и порыбачить на них можно с помощью спиннинга и блесен. Для ловли белой рыбы в этот период снасти можно применять практически любые, как донные, так и поплавочные. А наживку стоит выбирать разного типа, как растительного, так и животного происхождения. Ведь вкусовые предпочтения у рыбы могут меняться по несколько раз в сутки. Но какие дни благоприятные, какие нет, вам поможет разобраться наш лунный календарь рыболова на август 2024 года. С 1 по 5 августа клева практически не будет. И связано это с начинающей фазой убывающей луны и новолунием, которая состоится 4 августа. 6 числа клев слабый. А начиная с 7 по 8 августа луна нам прогнозирует отличный клев. Берите с Настей и смело отправляйтесь на рыбалку. С 9 по 12 августа клев немного ослабнет, но все равно будет хороший. А 13 и 14 августа клев будет снова отличный. 15 числа клев ослабнет и характеризуется как слабый. А начиная с 16 по 20 августа клева практически не будет. И связано это с растущей фазой луны и полнолунием, которая состоится 19 числа. 21 и 22 августа клев начинает восстанавливаться и классифицируется как слабый. 23 числа клев уже хороший. И начиная с 24 августа берите с Настей и смело отправляйтесь на рыбалку. И до 26 числа луна на вашей стороне. И вас ожидает отличный клев. С 27 по 30 августа клев будет слабый. А 31 числа можно остаться дома и заняться домашними делами, так как клева в этот день не будет. И связано это с завершающей фазой убывающей луны и новолунием. Еще хочется сказать, что наш прогноз сделан на основе лунного календаря и влияния луны на клев рыбы. Но на активность рыбы также влияют многие природные факторы, которые также сильно влияют на клев рыбы. Их также нужно учитывать перед тем, как отправиться на рыбалку. А вы придерживаетесь лунного календаря клева рыбы? Поделитесь своим опытом и наблюдениями в комментарии.